друзья всем привет сегодня воскресенье у нас на улице довольно прохладно ночью было где-то минус 10 час минус 6 солнце это где-то там от 8 утра она обычно светит уже вовсю лежит снежок отдельные снежинки падают сегодня обещали очень сильный снегопад к вечеру вот так что возможно мне придется вечером еще выйти на работу ну какой ветер мы хотели на птичий рынок поехать я даже не знаю с детьми как ехать насыпать зерна курочка вот уже кому делать нечего выпало столько снега завез немножко дровишек в теплицу я так думаю солнца сегодня не будет этот из тех до у которой я в машине привез что осталось горе давай потихоньку будем поддерживать тепло нам бы недельку продержаться что у нас здесь так все хорошо растет зелень большую ошибку друзья сделал конечно надо было засадить теплицу полностью зеленью сейчас в это все продавалась получается топлю из-за нескольких пучков укропа да на следующий год постараюсь на следующем этом году уже постараюсь максимум засадить все весной хочу начать с рассады очень плотно кто там а ты куда я в магазин захлебну хочу сказать тебе звонили на с работы да всем привет видишь как сегодня у нас спас воно что поедем по магазинам я хочу поехать ты же хотел перепелок завезть ну давай посмотрим уже с детворой идет снежок небольшой синоптики обещали что нас сегодня завалит снегом на улице холодно что-то не хочется с детворой ехать в такую погоду никуда замерзнут куда собираемся завезем детвору в гости сами пробежим по магазинам немножко такой сегодня снег у нас это еще утро за вечер обещают усиление позвонили с работы сейчас пробежим по магазинам пока детвора там гостя здорово вообще плохо видно что-то не может быть говорю друзья нету птичьего рынка сегодня даже закрыто все вот тут обычно птичьего рынка проходит да, люди замерзлые, звери тоже ой дорогу не видно сидели бы дома шума выбрались да я вообще в шоке птичьего рынка не было хотели тут детям кровать кстати посмотреть да в один магазин зашли звонят на работу давай все позамело пусть все дома сидят куда вот это ездите все и мы тоже самое куда мы едем о! снегоуборочная машина да, она эту трассу расчищает да, уже много снега да, мы выезжали еще не так а тут вообще сейчас наверное перстаницы будут тоже ездить да люди ездят, но не так много конечно ну вот сидеть надо дома в такую погоду сейчас детей заберу там темно я стихотворение это я к ней бортов вспомнил помнишь как там день настал и вдруг стемнело свет зажгли глядим в окно снег ложится белый-белый почему же так темно у нас реально темно друзья вот скоро полдень пасмурно 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 ну давно не было такой зимы да мы с тобой когда живем сколько живем здесь сколько была такая зима ну вот Алиса я беременная была после такая была похожая да мы еще ходили помнишь туда там сугроба по колено за речку за речку мы ходили это было пять лет назад такая зима была тогда было минус 25 да у нас не долго держится здесь такая зима на среду минус 20 стоит вроде на ночи вот такая вот у нас курга сегодня снежная буря работа это опять на работу на любимую работу это наверное важнее чем жена даже работа слушай там были рукавицы дай тебе рукавицы да не надо мне там у меня в тракторе печка лучше чем в машине да да ну да это выходной да выходной не выходной выходной не выходной никуда не съездили метет не ну проехались немножко ну заметает конечно на вечер усиление стоит я не знаю что будет вечером наверное буду чистить сейчас еще начнут жаловаться что дороги плохо почищены ну да как обычно да народ на Руси такой хлеба не корми я не могу лишь бы жаловую книгу писать я в школу ходил нас никто не чистил выйдешь до школы по колено с угропой протаптываешь себе дорожку дойдешь до перекрестка смотришь уже кто-то протоптал он уже в его следы стал пошел по его следам там еще пройдешь уже шире дорожка и никто не жаловался иди уже иди тебя уже там десять раз звонили пока пока такие переметы дома забежал дровишек подкинуть о надежь метет управляется что хочешь сделать что хочешь сделать я хочу дубль 2 повторить салат дубль 2 это что ну это тогда не получилось а прокинулся а новогоднюю мимозу да сегодня второй раз дубль 2 надеюсь тая дубль 2 сегодня не случилось ой 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 заметает вот это хлопья чайку попил обещают снег обещают до 6 утра наверное придется так вот кататься ну хоть согрелся ты же сказал что в тракторе тепло тебе ты знаешь когда ветра нету тепло там ветер на улице и короче как-то задувает куда-то в щели ну какой-то холодец да у нас едобно вообще на дне два кусочка рыбы да да я такую ни разу не взяла чтобы горбуша такая была какая-то странная ну в холодильнике застыла так мало положили так мало положили что тут и консервы небольшого самая банка я точку тут нету маму я точку полосила они хоть ее почистили а ее она не чищена сейчас еще и почистить надо ее дорогие друзья хочу сегодня снова приготовить вот салат мимоза вот такая рыба конечно она не очень видимо хорошего качества брали мы горбушу но она не выглядит как горбуша на вкус вроде так ничего выбрасывать жалко надеюсь что не отравимся о я забыла я забыла натереть белки отдельно от желтков ну я думаю в этом нет ничего страшного приготовим так так первый слой у нас будет грыба сейчас мы ее так распределим я ее уже заранее размяла сегодня погода такая у нас метет метет то ли еще на работе дети дома кто красит кто книжку читает кто просто кто просто как будто у меня еще третий ребенок нас сегодня двое двое детей никого мы не брали смазываем майонетиком в этом году наверно снегом никого не удивишь у всех везде во всех регионах снег снег повыпадал у меня мама и в Чувашии живет там тоже все замело минус 47 было говорят максимальная температура в Чувашии в Чувашии за все года так теперь сюда должны идти по рецепту белки но так как у меня все вместе сделаем вот так вот уже не отделишь что-то я отвлеклась поэтому на яйца я не смазываю майонез потому что он у меня слипается тогда но украшение сверху немножко оставлю так у меня там еще белье стирается мне надо еще его развесить хочу развесить чтобы проветрилось а то постельную я вынесла развесила надо будет занести сверху сюда сейчас в третьем слое будет у нас морковочка вот тут наша морковочка вот тут наша морковочка морковочку у нас мы ее еще не выкопывали она у нас под снегом она не мерзнет хорошие вкусовые качества у нее ботва зеленая так что я думаю и сейчас она тоже не должна замерзнуть потому что она под снегом морковочка не знаю то ли во сколько придет он сказал что наверное завтра с утра тоже придется ему ехать на работу почистить снег так как завтра понедельник в рабочий день вилочками удобнее только рыба растекается странная рыба конечно брали мы ее в самом дешевом магазине я там не люблю консервы брать то ли он говорил меня взять больше не будем там ничего такое брать майонеза сюда тоже надеюсь этот столат не не этот не перевернет никто а морковка вещи постирались сейчас буду салат закончу салат не уже майонез я такой сегодня решила взять селяночка спать хочу в такую погоду нам все хочется спать спать теперь лучочек лучочек я не замачивала кому как нравится я люблю такой горчит немного но я не скажу что сильно я вот люблю такой именно вкус поэтому я его никогда не вымачиваю не заливаю кипятком свеженький такой порубленный только что добавляю в салат так конечно делайте как вам как вы любите смотрите вот салат получается у нас сверху улочка добавим картишки Мам, знаешь, что он был за руководитель? Нет Ничего Да Ты поступай дальше Что такое скалывание? Наверное, что ты там прячешь Мама, а ты что, будешь вот этот майонез намазать? Да Почему? Чтобы было вкусно Я не имею майонез, а ты Но это в салате будет вкусно А ты делаешь торт или салат? Салат Тут не кладут майонез А ты будешь делать торт, то я тебе буду помогать Хорошо? Хорошо Когда у меня будет держись, я сделаю торт Хорошо? Хорошо Хорошо Если не запомнишь, я смогу, я скажу А ты не съешь, что? Угу Все Теперь сюда добавляю сыра Да, Рисан? Мам, можно я тебе кладу? Нет, не надо, пожалуйста Почему? Ну, мне так не было удобно Ну, мне так не было удобно А почему не удобно? Нет, потому что А вот такое, ты добавлял? Да, еще сейчас сверху добавлю Вот такое Смотри Сыр тоже выпьет Так, а уже получается спрашивала Добавить ты или нет? Хм-хм Хотела добавить майонезу, украсить, тяжело украшивать Майонезом Конечно, я испортила то, что майонезом намазала, не надо было майонезом Вот такой салат получился, не надо было его, конечно, смазывать Мне сверху майонезом я его, наоборот, помяла, но ничего Надеюсь, я его сегодня попробую и ничего с ним не случится Толя приехал, трактор стоит, Толя приехал Я вот иду вещи снимать Ого, оно мило, друзья, смотрите Какие у нас сугробы прям Как хорошо на улице, только ветер метет Метет снег, а то хорошо, конечно Свежо Замерзло все Так, я только посмотрю, где Штолин Следы какие остались Какая красота Белым-бело К хату не зайти Замело Хорошо, что у меня есть такие луги Сугробы прям Да, утки или куры О, коза тебе тут намело Бедная козочка для нашей Козочка такая большая стала, слушайся Да, коза скоро нам родит Сейчас мы идем Вот вам веборки Я, наверное, не насыплю Достаю Че? Да высыпай так и все Поближе к кормушке Да Я им обычно буду досыпала в чашке А сейчас в чашке тоже снег Тебе обед не работает? Не знаю, я чай попью горячего Не поломай Кто из Чуваши всегда думает, что на юге нет зимы Так что на юге тоже бывает нормальная зима, друзья Тут раньше, говорят, было и минус 40 Глянь в окно О, там принцесса местная Бегаю, друзья, в теплицу Подкидываю Здесь такой толстый слой снега На крыше лежит В перерывах между чисткой дорог Забегаю Вокруг теплицы Вот Ну, будет как утеплитель Там сильный мороз предвидится Надеюсь, переживем Пленка аж попровисала Так Вообще, относительно тепло, конечно, в теплице На улице минус 7, по-моему Здесь горишь Или дымишь Горит Пусть горит Попью теплого чая Я побегу дальше Ой Работу работать Снег не останавливается Так вот Так вот Где вот сквозняки сугробы, конечно, подаметало Ой Что ж такое Так дует Вот, друзья Уже вечер Стемнело Снегопад Сегодня Конечно Шикарный Шикарный. Не на всех улицах, к сожалению, есть освещение. Сейчас еще... О! Есть! Я думал, на этой улице нет освещения. Зажлись фонари. Там на перекрестке тоже вижу горит. Сейчас покажу. Буду выезжать на трассу. На федеральную. У нас там освещение. Здесь, друзья, у нас федеральная трасса. Вот такое освещение. Даже без света можно проехать. Отлично освещаются улицы. К счастью, я эту дорогу не чищу. До перекрестка. Здесь уже дорожные службы чистят. Здесь я сегодня еще не чистил. поедем в Темень. И придется кататься до утра, друзья. Я буду домой на чай забегать. Потому что дорога заметает следом. Надо, чтобы и на работу люди могли пойти утром. И скорая, чтобы могла проехать нормально. Видео выложу поздно. Замкнула, наверное. Ну, вот такие бывают выходные. Друзья, забежал и очевидно раз на чай. Сегодня хочу поделиться текстом. Я думал, что сегодня уже ничего интересного не сниму. Поэтому зачитаю текст. Послание к Ефесянам. Шестая глава. И с первого текста по четвертый включительно. Это послание Павла к Ефесской церкви. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе. Ибо всего требует справедливость. Почитай отца, твоего и мать. Это первое заповедь с обетованием. Да будет тебе благо и будешь долголетен на земле. То есть, если будешь уважать родителей, жить будешь долго. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Такое продолжение, что в общем наставлять надо так, чтобы не раздражать детей. И в Колоссяном послание к Колоссянам третья глава тоже двадцатая третья глава двадцатый двадцать первые стихи. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. может кто-то скажет, что это относится только к отцам, а не к матерям. В то время считали, что отцы воспитывают. женщин как бы сильно не ставили в авторитет. Если ребенок подрос, четырнадцать лет он уже считался мужчиной, он уже, если отец вдруг умирал, он уже считался главой семьи, уже содержал семью. в четырнадцать лет ребенок уже был взрослый. Так что не раздражайте родителей ваших детей. Если видите, что дети вот привет не слушают. Если дети взрослые, не надо уже воспитывать. Спасибо, что смотрите нас, друзья. Оставайтесь с нами. Пока. Пока-пока.